Им больше не придется делать уроки, дежурить по классу и чертить поля в тетрадях. И все-таки они будут скучать. В эти дни для старшеклассников звенят последние звонки. Как прощались со школой выпускники Чебоксарской школы номер 6, расскажет Ольга Пырочкина. Наверное, я расплачусь, потому что мы вчера пересматривали фотографии, как мы ходили с первого класса. Оказалось 11 лет, пролетели так быстро, так и незаметно. И вот опять мы делаем эти белые банты, наряжаемся. Сегодня Вика прощается со своей родной школой, в которой последний звонок когда-то звенел для ее мамы и бабушки. На семейном совете решили единогласно – нужно шить форму. Очень нравится. Я всегда мечтала ее надеть. Наконец-то это свершилось. Я безумно рада. В отличие от многих своих ровесников, девушка точно определилась с будущей карьерой. Она мастер спорта по пауэрлифтингу и будет получать спортивное образование. В остальном Вика – обычная выпускница, которой пока не до трогательных воспоминаний. Я бы не сказала, что буду скучать по школе, конечно. Но, скорее всего, по своим друзьям. Я очень рада, что у меня появились в жизни такие люди. Вот эти самые люди. Единственный – 11 класс Чебоксарской школы номер 6. За кадром заводила класса. Дмитрий признается, что ему будет не хватать пирожков из школьной столовой. А случай, по которому его запомнят в этих стенах, тоже связан с едой. Дверь ломали. Как это произошло, расскажите. Это было случайно. Мы хотели покушать. У девчонок был урок технологии. Они готовили кушать. И так пробивались к ним. Да, они держали дверь. Так, что вам за это было? Что за это было вам? Мы купили новую дверь. Его одноклассник Даниил говорит, что девочек за косички не дергал, но зато писал им записки. Что там писать? Ну, типа там, давай встретимся после третьего урока в столовой, покушаем. Там, ну, погуляем по коридорам. Теперь по школьным коридорам будет гулять девочка, которую сейчас несут на плече с колокольчиком. А для выпускников сегодня чуть ближе. Стало прекрасное далеко. Ольга Бырычкина, Игорь Зверев, Республика.